Всем привет, народ, у микрофона мистер Чейзер, вы смотрите мой же сплай канал и давайте мы вместе с вами заценим демку такой прикольной игры как Тауэрс энд Гоблинс, что можно перевести как Башни и Гоблины. И это у нас довольно такая, ну, низкобюджетная стратегическая игра, которая привлекла меня своим визуалом и очень простым и незатейливым геймплеем. В эту демку дают поиграть всем бесплатно в рамках фестиваля Steam Next Fest, но скорее всего вы смотрите это видео тогда, когда этот фестиваль уже закончился, но не суть. Такс, давайте посмотрим, первый уровень, погнали, разберемся с этой игрой, что это такое. Ну и перед началом традиционно хочу поблагодарить всех своих подписчиков на Бусти, особенно вот этих людей. Если вы тоже хотите как-то поддержать канал, сделать это можно по ссылке в описании. Переходите и выбирайте интересующий уровень поддержки. Спасибо. Король, я ждал тебя, это последнее королевство и нам очень нужна твоя помощь. Твое королевство пойдет, я раздавлю тебя и уничтожу все, что тебе дорого. Так, понеслась почти по трубам. Собственно, как видите, это очень простая такая стратегия, в которой вы управляете войсками, строите здания и прочее, прочее. Ну, как я вижу, нам тут пока дают по жопе. Так, есть у нас башни, есть у нас охранная башня, так надо юнитов сюда еще подкинуть. Парни, нужна помощь. У нас солдаты еще где-то есть? Да, вот еще солдаты есть. Чего бы им не помочь? У нас там драка идет по центру, нам надо очень много юнитов. Так, у нас есть рабыка, я вижу, да, которые могут работать на фермах, например. Отлично, так, солдатики тут есть еще. Давайте выберем несколько пешек и создадим защиту, построив стены и башни. Хорошо. Так, ворота мы можем строить. И вот у нас, видите, будут волны нападать противников. Вот у них есть тоже тут база небольшая. Так, ага, на карту нажимать нельзя. У нас есть какие-то лесозаготовки. Ага. Ресурсы добывать они могут всякие, интересные. Золото, камень, понял. То есть, в принципе, каждому юниту, да, можно дать какие-то приказы, они будут что-то делать. Так, пешки, давай сюда пока, ребята. У нас там замок еще есть, как вижу, нет. Давай ты сюда. Нам надо на лесозаготовку пару работяг отправить. Так, я вижу у нас по карте разбросаны ресурсы, которые мы можем, в принципе, добывать. Всякие дерева, камень, железо и еда, да. Так, эти пешки... Кстати, тут есть ворота, они закрытые? Их можно загрейдить. Давай загрейдим. А как их закрыть? Ладно, не совсем понятно. Пока тут тусите, парни, а мы там разберемся. Так, нам нужны... Давай, ремонт, во-первых, сделаем. Нам нужны с вами... Так, оборона, видимо, да. Ммм, башни есть всякие, магические башни. Ё-моё, давай зафигарим. Вот еще магическая башня тут стоит, классно. Здесь даже стрелочка есть, типа, туда идите, валите королевство. Так, я бы сделал здесь ворота. Вот так, например. Так, а есть у нас какие-то там казармы, чтобы мы солдатиков нанимали? Штаб. Инфраструктура. Факел? Или что это? Собиратели. Ну, понятно, это ресурсы. Взаимодействие. Уничтожить можем. Понял. Оборона. Что это? Не совсем понятно, не совсем понятно. Подожди. Башни какие-то. Ну, я так вижу, башни, мы можем на них ставить какие-то другие вещи, да? Или не хотела, вот охрана катапульта. Он, типа, строит или нет? Я это чуть-чуть не вижу. Так, он эту башню построил, молодец. Теперь давай стенки делать. Раз. Два. Что-то не особо они хотят строить. А, вот строит, нормально. И сюда строит, хорошо. Так, давай здесь тоже стенку сделаем. Видимо, ворота будут работать только тогда, когда будет стенка готова. Еще проверим. Нет. Почему не строим? Во, пошло дело. Так, сейчас тут будет десант, походу, да? Слушай, там какие-то ЧП сидят с бомбами. У них тут домики есть. Так, солдатиков у нас какое-то количество небольшое есть. Так, а что такое? У нас двое... А, у нас двое ворот? Офигеть. Ну, давай улучшим, я не знаю. Так, понеслась. Ребята, заходим за стены. Надо, наверное, еще вышки строить. Давай катапульту тут херанем. А, они ворота сами закрываются. Я понял, клево. Они как бы сами закрываются и, типа, просто не пропускают противника дальше. Так, давай такую вышку заделаем. Это у нас просто охранная башня. Ну, как она работает, не совсем понятно. А, она сама делает юнитов. Понял. То есть у нас солдаты в этих охранных башнях спавнятся. Хорошо. Так, развивай, королевство. Я понял. Развиваем. Выберите пешек, отправьте собрать ресурсы. Уже. Пока что мне нужны солдатики. Надо больше солдат. Так, ну, собственно, охранная башня, это, короче, наши казармы. Они спавнят юнитов с течением времени. Два юнита делать. То есть каждая башня делает по два солдата. Но можно их еще улучшить. Я не буду делать больше юнитов. 21? Что? Здоровье прокачать им можно. То есть надо каждую качать, да? Ну, в принципе, ресов у нас дохера. Обычная башня. Там лучники сидят. Давай, я качу. У нас ресурсов, в принципе, дохера. Давай, может быть, мы выберем всех солдат, какие у нас есть, и попробуем ими атаковать. Так, парни. Все в кучу. Ща мы нас создаем максимум, понял? Ща мы создадим тут кучу всего. Так, слушай, а можем еще какие-то дома поеди делать, да? Инфраструктура. Да, они... Ну, судя по всему, как в обычных РТСках, они увеличивают лимит. Ща давай проверим. Так, и нам нужны, наверное, знаешь, чё? Я бы еще сделал каких-то оборонительных вышек. Вот обычных, например. Нет, это стенка. Вот обычные вышки. Там, по идее, просто лучник сидеть будет. Так, парни. Пошли немножко тут контратакуем. Как вам такая идейка? Мы же можем. Не можем? Херово. Они, сышь, бомбами закидывают нас какими-то. Слушай, это херово, что мы не можем какого-то атаковать. А давай, наверное, позовем следующую волну. Я как бы готов. В принципе. Чёртовы гоблины, они нападают на нас. Вперёд, парни. А, стенка... Эти, ворота закрыты. Солдаты пройти не могут. Хотя тут там стенки поломали, так что вроде как они и так проходят. Ребята, в атаку! Чёртовы гоблины, они нападают. Это всё. Слушай, там сверху что-то есть ещё. Ещё какая-то вышка. А нам для контратак, по идее, нужны, наверное... Это. Вы победили. Я понял. Далее. Я так понимаю, для контратак нам нужны какие-то лучники, которых пока нет. Я разрушу твоё королевство и оставлю только пепел. Мы будем стоять и сражаться, Моргат. Так, а где... А, вот моя база. О, теперь нам дают построить базу с нуля. Прикольно. Так, у нас есть время до новой волны. Есть у нас штаб, который тоже может отстреливаться. Поехали. Так, собиратель. Давай начнём собирать для дерева, да. Поехали, парни. А ресурсы где вообще? Вот, золото я вижу какое-то есть, да, и тут что-то ещё. Какой-то камень, по идее. Давай каменолом нихера нём. Нет ресурсов. А, ну да, дерево надо, действительно. Давай тогда лесозаготовку тут бахнем и будем пока так работать. Слушай, а для... Этих. Для новых работяг нам, по идее, дома нужны. Ну, сто процентов. Ну, по-любому нужны. Типа, как мне ещё нанимать ребят? Вряд ли в штабе. Так, слушай, занятися дерево и давай, наверное, построить домик. Нет, стоп, домик. Так, инфраструктура. Дома. Я так понимаю, дома как раз-таки нам будут рождать новых юнитов. Так, и у них тут, в принципе, у гоблинов уже есть база небольшая. Ну, в основном вышки какие-то просто, да, и всё. Так, тут ещё есть ресы, я вижу, всякие интересные. Да, собственно, вот, у нас эти солдатыки, господи. Новые эти будут рабочие. Такс, вот, готов. И там, собственно, несколько их будет спауниться. Давай сразу ещё один сделаем дом. Сразу два домика, так сказать, инком выйдем. По работникам и остальному тоже. Так, надо будет ещё тут лесопилку херануть. Собиратели. Давай ещё лесопилочку здесь. Отлично. Ну, неплохо, неплохо. Рабочие появляются, новые. Нормально. Сейчас по обороне сделаем вышки какие-то. Подожди, нам нужны камни, наверное. Давай сначала камни. 40 надо дерева. Ё-моё, как же много. Что-то мы уже пошли на нас. Да подождите. Эй, вы куда, ребята, у меня ещё ничего нет. Нужна еда. Нет, мне нужны уже вышки, походу. 20 камня, 20 дерева. Давай магическую. Вот здесь сделаем. Ну, хотя бы что-то надо уже делать. Так, еда. Да, нужна еда. Согласен. Просто они уже идут, у нас даже обороны нет. Так, магическая вышка гад... А куда стал этот... Подожди, куда делся работяга? Они типа умирают, что у нас еды нет? Наверное, да. Они идут. Ну, там пока что два факельщика, один метатель этих бомбочек. Думаю, одна вышка магическая зарешает. Ледяная башня. Ну, может быть и не зарешает, она по идее замедляет. А у нас помер этот. Рабочий помер, который на еде должен был работать. Так, давай ты не на дерево, а на еду. Ну, первую волну мы отобьем кое-как. Очень тяжело будет, но мы отобьем. Так, это я уничтожаю сразу, потому что вы все равно идете ломать. Да, ну да, ледяная вышка, она по сути замедляет. Так, еда пошла, наконец-то. Слушай, нам надо тогда получиться еды много, охренеть. Пять камней надо. Вот камень я пока не за откуда брать. Уже пошли опять? Ребята, дайте передохнуть, алло. Что-то первая миссия была в тысячу раз проще, потому что каменоломни, срочно. 40 дерева надо. Да, строй каменоломни, быстро. Достаточно еды, да все нормально, все хватает, один человек работает. Уже рабочий есть. А вы ремонтировать не умеете? Что это? Это факел, по идее. Очень херово. А, вот. Шесть камней надо. Блин, ну да, каменные надо до хера. Надо вышку хотя бы одну починить. Опа, готово. Так, слушай, 10 камней надо на обычную вышку. Херово. Ну, пока что у нас замок отстреливается. Прям реально один замок отстреливается. Так, дерево, мало дерева. Нам надо лесопилку еще сделать. Слушай, тяжело, тяжело жить-то тут. Еще лесопилочку, пожалуйста. И надо еще еды. Пять камней надо. Ага, имеется камень. Еда срочно нужна, ребят, мы сдыхаем, буквально мы умираем. У нас какой-то холокост начался. Что за херня? Мы умираем от голода. 6-6, хватает. Чиним вышку, это хотя бы что-то, потому что, слушай, они как-то быстро начинают от нас совпадать. Так, три лесопилки, этого, думаю, будет достаточно. А, да, два типа на еде работают, да, 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 все, ребят, работаем. Просто вы как-то слились воедино. Я даже не заметил, что вы тут слились воедино. Так, все, еда пошла. Еще работяга, еще на еду надо. Слушай, что-то как-то еда у нас быстро заканчивается, она даже не накапливается, это хреново. Надо будет сейчас строить еще, получается, как это называется, вышки, потому что нам их не хватит, уже там жесткие ребята идут. Вон, чувак в бочка к нам пошел, он сейчас все взрывать будет. Так, работяги. Десять, два, да, срочно вышку строй. Срочно строй вышку, где строитель, его нет. С еды снялся один, зачем-то. Ну ладно, строй. Ох ты, черт подери, ну ладно, хотя бы он на это отвлекся, уже нормально. Еще строим. Строй, быстрее. Блин, не дадут поставить, суки. Помогите! Спасите, убивают, насилуют. Блин, работяг убивают, суки. Да что, что будешь делать? Блин, придется ли сезаготовку сносить? Увы. Ну что-то как-то совсем не весело. Ну блин, они так резко нападают, что я не успеваю ни хрена сделать. Так, нужна вышка здесь, срочно, хотя бы обычная лучника. Потом, когда пульта надо будет делать. Так, ну хотя бы еда поперла, да? Поперла же, уже есть рабочий. А что, тебе вилл в руках нет? Ну ладно, будем думать, что ты работаешь. Это же еще демо-версия, у нас тут могут быть проблемы, баги какие-то. Пока что тут управление немножко такое сложненькое, но неплохо работает. Так, деньги, а деньги откуда мы берем? А, золото. Вот и золото. Так, дружище, тогда давай, знаешь, что делать? Обычные пока что вышки вот здесь вот. Будем строить их везде, где только возможно, потому что, видишь, нападают уже. Нам надо больше вышек всяких наделать, и магическую надо будет вот одну сделать. 20-20. Сейчас будет камень. Сделаем. Будет же камень сегодня, да? Да, будет, отлично. Надо тут, как-то вот тут по периметру расставить вышек, а потом, наверное, будем... А, они сюда пройти не могут, тут можно камень добывать. Классно. А потом, наверное, будем немножко расширяться. Боже мой, как же они все взрывают, охренеть. Надо, наверное, стенки какие-то ставить, я так позреваю, да? Как-то без них тяжко. Да, надо стенки строить. Вот желательно здесь. Надо сначала знать, что ворота, как-то их можно вращать? Пока что-то не совсем понятно. Так, ворота занимают две клеточки. Раз, два, значит, тут можно делать стенку. Встрой! Так, работяги еще имеются? Нет, у нас лимит. Надо больше домиков строить. Каких тебе ресурсов надо? Десять камней, все хватает. Вперед строим. Блин, с камнем что-то какая-то прям беда. Надо, походу, строить, нет, надо сначала домики. Нужны дома. У нас работяги закончились, тут, по идее, ну, ограниченное количество. Хотя нет, можно улучшить, но денег нет. Я что-то не совсем пока понимаю, откуда мы деньги берем. Ну, кроме как золотых шахт. И все? Этого очень недостаточно. Так, нужны еще работяги. Ну, в принципе, я мог тут даже стенками просто закрыться. Так, а ты у нас идешь сюда. Вот сюда даже. Нам нужен здесь камень. Каменно ломня. Вот сюда, иди строить. Тут, кстати, золото есть, но оборонять его будет очень напряжно, я хочу вам сказать, ребята. Давайте, может быть, мы... О, ворота можно строить. Нет ресурсов. 10 камней надо. 20 дерева! Как все плохо, помогите! Но они взрывают стенки, это хорошо. Типа, это не самая главная наша беда. Блин, слушай, сложная игра, оказывается, да? Не так все просто. Замок ломают козлы. Так, у нас опять же с деревом какая-то беда. Удивительно, почему? Давай, наверное, еще одну лесопилку бахнем здесь. То есть мы как-то, знаешь, прям, ну, не живем, а выживаем. Так, там камень пошел. Кстати, тут можно лесопилку и тут вышки можно бахнуть. Давай сюда побежим. Беги сюда строить вышки. Тут мы построим, наверное, ледяные башни какие-то. Хотя их быстро убить могут. Но тут одну поставить можно. 20 камня надо, 20 дерева. Давай, землю одну вышку здесь. Я надеюсь, она нам немножко поможет. Хотя бы самую малость. Так, лесопилка готова. Давай, наверное, вверх погнали. Золото надо добавить. Прям без золота что-то тяжело. 50 на 50. Охренеть. Ну, тогда дерево надо. Давай добычу дерева делать. Нас на то пошло. Теперь с деревом беда. Они как-то слишком быстро нападают, вам не кажется? На предыдущей карте ну не так часто они нападали. Так, строим. Нужны вышки еще. 10 камня, 20 дерева. Да. Ну, дерева прям вообще мало что-то. Ну, себя вроде лесопилок дохера наделал, но все равно их не хватает. Так, а если эта вышка будет доставать? Да, достает она. Но это уже атакует. Типа, есть ли в этом смысл? Наверное, нет. Тут, наверное, катапульта зайдет, я думаю. Катапульта классно, мне кажется, тут зайдет. Так, давай тут лесопилку тоже сделаем. Будем давать тут тоже лес. Раз это место относительно безопасное для нас. Ребята, они нападают. И их очень много. И они теперь через верх поперли. Ну, конечно, естественно. Там же место освободилось. Кошмар. Слушай, что так все дорого? Прям мега дорого. Я прям в ахере, на самом деле, как все дорого. То есть у нас дерева просто вообще нет. Откуда брать леса, не совсем понятно. Тем более, дерево заканчивается на карте. Хочу обратить ваше внимание. Оно действительно заканчивается? Так, давай на дерево. Работяги еще имеются. Немного, но имеется. Надо, наверное, какую-то оборону здесь выстраивать, я так думаю. 10-20, 10-20. Да, погнали. Сразу будем тут строить, а что поделать? Строй! Так. Так. Так, еще одно, раз, два, сюда. Строй. И надо ворота будет. Десять камня, двадцать дерево. Да, строй. Так, а сейчас пойдем быстренько строить здесь вышки. Ну, попробуем, по крайней мере. 20-20. Дорого все стоит? Очень дорого. Так, давай, наверное, такую вышку, такую вышку заделаем, а потом лучников сзади сделаем. 10-20, да. Сюда лучников давай. Блин, уже все, дерево закончилось, кошмар. Сюда надо еще вышку одну, вот, отлично. Так. Ну, хотя бы поперли хоть какие-то резы, но их, конечно, мало. Так, ворота. 30 дерева лучше тех, е-мое, но они сейчас их снесут. Это даже не обсуждается. Типа, ну тут просто невозможно выжить. Ты смотри, какая хрень происходит. Ну тут, короче, надо две линии обороны строить. Только так. Только две линии обороны, иначе не протянуть. Просто иначе я не знаю, как тут вообще жить. Просто глянь на это дерьмо, да, как их много. Так, ворота. Тем более, вышки обычно даже не справляются. Надо реально какие-то катапульты делать. Для этого надо золото. Так, ребят, давай золото. 50 камней, е-мое, 50 дерева, е-мое. Ладно, давай добывать тут дерево тоже. По-другому мы тут не справимся. Нам надо охренеть, как много дерева оказывается. Так, еда вроде есть, это хорошо. Давай тогда еще тут добывать дерево. Прямо с деревом какая-то беда. Большая, блин, беда. Так, золото сейчас пойдет. 50-50. Блин, как же мало всего. Мне кажется, катапульты зарешают, потому что они ну, сдалека херачат. Кстати, еще можно делать вот эту штуку, но опять же, надо деньги. Типа рыцари, чтобы были. Так, 50-50. Готово. Строим. Срочно нужна шахта. Как никогда не была нужна. Так, хорошо. Можно какие-то домики улучшить. А, нельзя. Надо деньги. Ну, пока что сидим, пердим так. Что я могу сделать? Я могу кого-то снимать с добычи. Вот, например, дерево. Все, золото пошло, мало, но пошло. Давай вышки строить, что я могу сказать еще. Просто их стоят все больше и больше. Ну, подожди, это восьмая волна. Кстати, мы еще держимся неплохо. Хочу вам так сказать. Ну, реально неплохо держимся. Тут еще золото можно будет добывать, но то потом. Так, сейчас построим катапульту, наверное. Вот сюда давай. Мне кажется, она должна зарешать. Ну, если мы успеем ее построить, еще солдаты должны помочь, но сейчас будет последняя волна, и вряд ли мы протянем. Что-то катапульта не очень помогает. Так, хочу вам сказать, ребята. Ну, хотя вот, кстати, вот рабочими можно неплохо так кайтить. И отвлекать. Вот этих вот метателей динамита. Прямо реально неплохо. Ну-ка, отвлекаем. Ну, чисто на отвлечении работаем. А так, да, тяжко, тяжко жить здесь. Очень тяжко. Так, рабочие еще нужны. Тут, кстати, можно будет сделать тоже стенки. Ну, если денег хватит. С этим тут прям беда. Ну, в смысле, ресурсов даже не денег. Тут проблема даже не в деньгах, а в ресурсах. Типа, дерево, камни добывается маловато. Ну, чисто вот так вот, отвлекать их. Потому что, видите, у них проджектайлы летят, как бы. Так, ну, башня заморозки, она чисто замораживает. Логично. Сюда. Так, ну, более-менее. А, тут один еще остался, прикинь. Он застрял. Ну и хорошо, пусть застрянет. Сейчас будет следующая волна идти. А сейчас будут свои проблемы. Так, срочно строим. Здесь, наверное, солдат. Казармы, получается. И надо строить дальше башни. Ты куда пошел? Стоять. Ты, кстати, можешь построить здесь, наверное, золото. Будем давать золото. Оно нам очень пригодится. Так, башни. Застрял, дебил. Ну, если еще мы пойдем его добьем. Так, дерево мы почти все выкопали здесь. Держи, видите, ресурсы конечные, получается. Что, очень херово. Так, строим еще магическую. Нет, давай обычную башню здесь. Тут тоже магическую. 2020. Вот теперь все, опять проблема с камнем. У нас две каменоломни, проблема с камнем. Капец, лесов просто вообще не хватает ни на что. Ну, хотя бы солдаты появились. Уже неплохо. Они хотя бы задержат внимание на себя. Ну, отвлекут. Как их много. Я так подозреваю, там дальше будут еще всякие большущие юниты. Как улучшение стоит? 20. Ну, кстати, можем и заказать. Ну, камня нет. Опять же, нет камня. Просто тратить камень на вышки. Или нет? Даже не на вышки. на стенки вот здесь. Чтобы сдержать натиск противников. Строите стенки, глупцы. Отлично. Закрываемся. Нормалек. Так, и теперь надо строить еще вышки здесь. Но нет резов, сука, почему? Почему так все плохо? Греба. смотри, мы тут закрылись, они типа не нападают. Клево. Строй что-нибудь. Это просто какой-то ужас, как их много. В каком-то плане эта игра мега сложная. Даже неким дефаться получается. Вот реально неким дефаться. Просто неким. Но это по идее, ну как бы сейчас еще будет наверное волна последней, но она меня уже наверное снесет. Я вряд ли вытяну там. Очень вряд ли. Ну хотя замок нормально держится. Ну как нормально? Так себе, конечно. Тут ребята вот тупят. Ну пусть тупят. Мы пособираем ресурсов, если это возможно. А нет, не тупят уже. Ну они сразу все ломать будут, естественно. Так, работяги. Так, я даже не знаю, но... А, ну вот на дереве никого не было. Странно. Убили что ли? Так, 15 золота. Надо казармы здесь наверное где-то сделать. Как это... Как это ресов недостаточно? Да что такое? 40 камня надо. Ё-моё, где мне камень брать? Тут где-то, охренеть. Ну тут прям уже база противника. Кстати, есть смысл закрыться вот здесь. Отличное место. Типа, бутылочное горлышко сделать, такое узкое. Ну сейчас пойдет уже следующая волна, и я вряд ли протяну здесь. Вот чисто можно сделать казармы одни, наверное, и на этом протянуть какое-то время. Чисто на солдатах, которые будут отвлекать внимание на себя. Так, охранная башня. Ну кстати, можно будет еще одну сделать. Попробовать. Ну блин, вторая, какая же была простая первая миссия, какая очень непростая вторая, да? Так, сколько там надо? 40-40, да? А, все? Это типа последняя волна была, я понял. Сейчас солдаты выйдут, мы с солдатами пойдем тогда развалим этого типа. Который залагал здесь. Я думал, сейчас еще волна пойдет, но если пошла еще одна волна, я бы, наверное, преисполнился бы тут уже чем-то. Это было бы прям жестко. Так, ты куда пошел? Далеко собрался? Так, ну этого мы сейчас добьем, он сейчас взорвется, наверное. Или нет? Камушек, камушек, нужен камушек, правильно. Так, все? Все, последняя волна, по идее, да? То есть, дальше не будет. Да, все, вы победили. Ну, прям на грани, но победил, да. А, и все, уже нельзя, да? Это как бы последняя миссия была. Ну что ж, ребят, это была игрушка у нас, Towers and Goblins. Она прикольная, да? У нее визуальный стиль интересный, и геймплей довольно прикольный. То есть, это такая типичная survival RTS игра. Ну, она такая, знаете, инди-игра. Прям максимальная инди. Я бы в такое поиграл бы с удовольствием на телефонах, наверное. Ну, я не знаю, типа на полусерьезе в это играть как-то не особо, думаю, есть смысл, но игра прикольная. Типа, не знаю, вот посидел, поиграл, покайфовал, я бы хотел увидеть эту игру на телефонах, скорее всего, потому что, мне кажется, такие игры зайдут на мобилках больше, чем на ПК. Как-то так. Так что, на этом все, ребят, спасибо большое, что посмотрели это видео. Если вы на канале впервые, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, лайкайте, комментируйте, и не забывайте переходить по прекрасным ссылочкам в описании. Заходите к нам в группу ВК, в дискорд канал, и поглядывайте на стримы на Твиче. Всем удачи, и мы с вами увидимся в будущих видосах на нашем канале. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok